Добрый день! С вами Наталья Бусенко. Сегодня будем лепить такую брошь с малинками из запекаемой полимерной глины ягодки, а листья и черешки из холодного фарфора. Поэтому предметов на столе в этот раз много. Для работы нам понадобится белый холодный фарфор, краски масляные, оливкового цвета, темно-зеленая и красная для тонировки, тайп-лента, запекаемая полимерная глина Цернит номер 474, цвет рубин и полупрозрачная пластика любой фирмы. Лак для полимерной глины, FIMA гель, клей Е6000, стек универсальный, стек с маленьким шариком, что-нибудь режущее, скальпель или лезвие, кисточка, обычная игла, ножнички маникюрные, латексный клей, белая акриловая краска для тонировки малинок, фурнитура для брошей, вайнер-лист малины. Его можно сделать самостоятельно или приобрести. Я оставлю в описании под видео ссылки. Флористическая проволока в обмотке номер 22. Нам понадобится 2 штучки. Приступаем к лепке. Для малинок смешиваем полупрозрачную и рубиновую полимерную глину, в пропорции приблизительно один к одному. Разрезаем на удобные нам отрезки. Раскатываем. И отрезаем небольшие кусочки. Для ягодок нам понадобится проволочка. Мы ее разрезаем на 5 частей. И заворачиваем на конце каждой проволочки петельку. Облепляем ее небольшим кусочком полимерной глины. Получаем 5 центров для малинок. И сейчас будем скатывать в шарики кусочки полимерной глины. И вот мы приготовили приблизительно по 30 шариков на каждую малинку. Сейчас мы их с помощью фимогеля будем закреплять на центрах. Зубочисткой наносим фимогель на нашу заготовку. И выбираем 3 небольших шарика. Сжимаем их. И закрепляем на верхушке. Далее будем брать по 2 шарика. Сжимать их с одной стороны и собирать в малинку. Шарики должны быть разного размера. Тогда ягодки будут смотреться естественней. Вот мы собирали первый ярус и приступаем к следующему. В таком месте лучше поместить один шарик. Остался последний ярус. Он должен состоять из самых крупных шариков. Закрепляем так, чтобы край уже заворачивался вовнутрь. Красиво выглядит, когда зернышки в ряду смещаются относительно друг друга. Вот мы все шарики закрепили. Теперь их слегка сжимаем. Таким образом мы объединяем все детали. Берем иголочку и делаем легкие удавленности на каждом шарике. Стеком поправляем проволочку, чтобы она плотнее сидела в полимерной глине. Вот ягодка окончательно завершена. Лепим все 5 штук. Одни малинки могут быть крупней, другие поменьше. Это будет смотреться красиво в веточке. Делаем подушечку с фольги и втыкаем в нее проволочки с малинками. И отправляем в духовку на 15 минут. Вот малинки запеклись. Приступаем к тонировке. Берем белую акриловую краску и слегка выдавливаем. Разводим водой. Далее эту краску многократно наносим на ягодку. Она застывает тонким слоем. И малинка выглядит натуральней. Тонируем все 5 штук. И если нам кажется, что какая-то малинка слишком белая, мы ее протираем. Теперь необходимо покрыть ягодки лаком. Желательно воспользоваться матовым. Набираем небольшое количество на кисточку и слегка покрываем ягодку. Покрытие на малинках будет высыхать приблизительно 20 минут. А мы приступаем к листикам. Для этого в кусочек белого холодного фарфора вмешиваем оливковую масляную краску. Этот цвет отлично подходит для листиков, которые будут тонироваться. И он хорошо сочетается с малинками. Для листиков откусываем 3 кусочка проволоки. Кусочку холодного фарфора придаем форму капельки. Слегка расплющиваем и раскатываем по форме листочка. Не спешим, аккуратно работаем стеком. Сильно на него не давим. Музыка 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 У основания листика оставляем слой фарфора потолще. А к краю можно раскатать более тоненько. Прикладываем к той части вайнера, которая является лицевой стороной листочка. Прижимаем. И делаем двусторонний оттиск. Вот такой качественный листик у нас получается. Мы видим зубчики по краю листочка. И ножничками будем вырезать край прямо по этому рисунку. Работа кропотливая, но результат того стоит. Одну сторону мы сделали. Переворачиваем и с обратной стороны также виден край листика. Продолжаем вырезать краешек. Вот листик полностью вырезан. Теперь стеком прокатываем краешек. Получаем тоненький волнистый край листика. Проволочку смазываем латексным клеем. И закрепляем на ней листочек. Сушить можно на вайнере или на любой неровной поверхности, которая будет подходить по форме листику. Для боковых листочков раскатываем фарфор пузатеньким в одну сторону. И в другую. Вот наши три листочка готовы и сейчас мы возвращаемся к малинкам. Будем лепить черешки и чашелистики. Смазываем клеем проволочку. Берем немного холодного фарфора и формируем черешок. Основание ягодки сейчас закроем чашелистиком. Смешиваем белый фарфор с оливковым цветом и получаем более нежный оттенок. Более светлые чашелистики, чем основной тон веточки, смотрится красиво. Чтобы приклеить холодный фарфор к запекаемой полимерной глине, мы воспользуемся клеем Е6000. Он отлично справляется с этой задачей. Небольшой кусочек холодного фарфора раскатываем на ладони. Защипываем. Получаем такой остренький листик. Набираем клей Е6000. И смазываем им место, к которому сейчас будем приклеивать листочек. Закрепляем. И поправляем. Таким образом заполняем всю верхнюю часть ягодки. Закрепляем. Закрепляем глиначки. Окончательно все поправляем и лепим оставшиеся 4 малинки. Вот они готовы, приступаем к сборке листочков. Листики уже сохнут, приблизительно 2 часа и с ними можно работать. Собирать мы их будем с помощью тайп-ленты и фарфора. Отмеряем кусочек тайп-ленты и растягиваем его. Отрезаем. Несколько раз сворачиваем и разрезаем на 3 полосочки. Разворачиваем и закрепляем у основания большого листочка. Заворачиваем ленту. Смазываем ее клеем. И оборачиваем кусочком фарфора. Стеком придаем необходимую форму. Крепим следующий листочек. Место контакта листика с черешком смазываем клеем. Проворачиваем тайп-ленту. И закрепляем последний третий листочек. Этот листик мы делаем ближе к первому, а этот подальше. Когда мы придадим веточке форму дуги, они будут как раз приблизительно на одном расстоянии от главного листочка. И закручиваем тайп-ленту до самого конца. Нам необходимо отрезать лишнюю длину проволочки. Мы должны представить, как будет выглядеть наша веточка. Определяемся с местом и откусываем лишнее. Теперь мы полностью можем смазать веточку клеем. Оборачиваем фарфором. Распределяем его. Защипываем лишний фарфор. И отрезаем. Поправляем. Приглаживаем фарфор с помощью водички. На обратной стороне веточки подготавливаем площадку, к которой мы будем крепить фурнитуру. Веточка с листиками готова. Теперь осталось собрать веточку с малинками. Все делаем так же само. Ягодки собираем с помощью тайп-ленты. Веточка с листиками готова. Поправляем с листиками. Поправляем с листиками. Отрезаем лишнюю проволочку. Веточку смазываем клеем и покрываем холодным фарфором. Поправляем стеком. Приглаживаем с помощью воды. Ножничками убираем излишки холодного фарфора и окончательно приглаживаем водичкой. Веточки должны высохнуть, чтобы мы могли их согнуть и не травмировать при этом холодный фарфор. На это уйдет примерно 2 часа. Когда веточки слегка подсохли, можем протонировать листики. Набираем на кисть темно-зеленую масляную краску и втираем ее в листочки. Стараемся заполнить все жилочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь протираем наши листики. Красной масляной краской слегка проходимся по листочкам и делаем нашу веточку более интересной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также слегка тонируем малиновую веточку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Примеряем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И теперь можем согнуть веточки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Определяем место для склеивания веточек между собой. Смазываем латексным клеем. Довольно густо. Оставляем подсохнуть на 20-30 минут. Теперь мы можем приклеивать фурнитуру на клей Е6000. Набираем на зубочистку и распределяем по фурнитуре. Наносим клей очень обильно. И прижимаем к подготовленному месту на веточке. Прячем фурнитуру. Убираем излишки клея. Оставляем клей схватиться на 20 минут. Когда клей застыл, можем протонировать веточки и чашелистики. Придаем окончательный вид нашему изделию. И вот работа завершена. Спасибо за просмотр урока по лепке броши с малинками в смешанной технике. Надеюсь, мастер-класс вам понравился. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, делитесь в социальных сетях. С вами была Наталья Бусенко, до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!